всех приветствую идет еще падение интересно это у меня подключена земля земля такая метр где-то всего это провод подключен к антенне в народе называемая так тарелка до 110 было уже 80 и продолжает падать наблюдаю за этим процессом скольки это упадет сделала туда штырек по моему до сюда он у меня там внутри сейчас хочу пойти попробовать поставить рядом где стоит так называемая тарелка и перецепить вот этот вот белый проводок на нее вопрос куда еще не знаем либо на штырек либо на саму в общем-то надо пробовать ртути у меня нету сожалению хотелось бы на этот медный кочек ртутный наконечник сделать было бы интересно ну в общем я пошелились тут он сразу поднимается вот я сейчас потопчусь темного вот все запрыгала все зашевелилась не просто на месте топчусь странные вещи происходят прикольно это у меня уже одиннадцать с половиной вольт но это я когда-то игрался делал такую сборочку с конденсаторами через диодный мост кстати переменка чем на постоянке она по стоянке 30 вольта 30 с половиной вольт на переменке 15 половиной это та же самая земля буквально метровая и антенна еще пока от тарелки до через диодный мост заряжала там старые батарейки совершенно негодные которые они заряжались и потом какое-то я не помню по моему пару недель у меня вот такой фонарик светил но он правда не в полный накал светил но тем не менее без выключения вот тут у меня висел и светил но это ладно это другое это атмосферное электричество сейчас мне интересует немножко другое так как проверить наши наши заряды сейчас я попробую как-нибудь это сделать подставку сначала сделать так интересно сейчас я отключил отсюда за диодного моста минус и напрямую сделал ну чуть-чуть упала но тем не менее интересно сейчас я тут отключу плюс плюс отключил все пропало попробуем напрямую так напрямую без диодного моста 350 0 350 а если я возьмусь наверное я забираю почти в ноль пускаю забрал 100 милливольт интересное кино так у меня было чтобы вас той антенны напрямую 80 упала на сейчас я буду пробовать все-таки с этой антенны так интересно судья подсоединяю без диод смысле без минуса на диодный мост мост да у нас получается 13 вольт по стоянке 15 вольт переменки если от конденсаторов сразу еще добавилась переменки на постоянке вы ее через конденсаторы до сразу один в 1 вольт мало упала переменка прибавилась переменка прибавилась постоянка конечно через все таки частично диодный мост 13 ну конечно если мы минус цепляем через диодный мост да у нас по моему еще не зацепил уже 2 вольта поднес а у нас 30 вольт интересно интересно так ладно ладно буду пробовать все таки свою антенну хотя ну я чуть не доделал тут не запаял там вот у меня штырек тут еще не запаяно не знаю влияет это нет и вроде не должно влиять этот миллиметровая латунь оказалось так тяжело ее гнуть первый раз я такую толстую гнул пришлось на токарном вот такую выточить а потом уже на нее загнуть не так все просто как казалось ну толстоватая конечно миллиметровая все таки латуни но жестковатая тут я вон молотком где-то уже сильно стучал от души потому что не мог тут пришлось шов запаял потом немножко шлифанул так все пошел я на балкон ставить и менять антенну на эту антенну придется два раза ходить один раз сюда другой раз сюда ладно пошел так 0 330 милливольт у меня получилось без конденсаторов напрямую в общем вот один провод и вот второй если я беру повышается так понижается наверное я забираю если одной рукой повышается ну ка одной правой одной правой ничего не происходит а за антенну я как антенну видать работаю так ну да серединкой конечно надо разбираться так долго и упорно буду играться сейчас пойду поменяю на корпус самого вот этого лампы аладдина прицеплю ну вот прицепил на корпус так я забыл уже сколько было 350 чуть-чуть прибавилось да короче надо разбираться еще разбираться так это мы сейчас прицепим через конденсаторы проверим так земля у меня была тут антенна у меня была а не хватает провода не хватает так минус нифига нифига заберем конечно заберем так а если просто на конденсаторы отдай нифига ну ладно хоть какие-то результаты но я понимаю что землей конечно о я сейчас наверное попробую за эту землю зацепить что будет у нас которая у меня ну вот эту то что я проводил от щита сколько она покажет интересно сейчас прицеплю антенну назад на тарелку так называемую ну вот вернулся на родину контакт там темно на балконе уже рано темнеет контакт похоже плохо замотал и чуть чуть меньше показывает это у нас постоянка так а сейчас мы попробуем землю с щита взять да возьмем мы землю с нашего щита и ой блин не хватает надо больше проводок взять так вначале попробую просто прям на ту землю добавить не отцепляя и ничего практически так отцепим ту землю которая у меня буквально там наверно метр где-то подцепим от щита упс и ничего так данном случае особо земля роли не сыграла ладно будем дальше разбираться ну в общем то земля так напрямую если мы возьмем через кондиционер конденсаторы через конденсаторы просто вот конденсаторов сколько у нас ну немного больше это переменка по стоянке конечно меньше будет конечно понятно диодного моста нету так 31 вольт но это через конденсаторы так без конденсаторов это без конденсаторов я проверяю это скорее всего как бы для нашего здоровья пробовать 32 вольта почти без конденсаторов просто напрямую сейчас я возьму правый за плюс левый за минус ага наверное я беру в себя сейчас заряд ну в общем вот в районе 3 вольт да она падает падает я забираю похоже ну посмотрю как состояние будет сегодня завтра сейчас у меня нормальное состояние в общем все так скажем неплохо под левой коленкой чуть сухожилие что-то побаливает не знаю может быть у станка неправильно стоял сегодня когда точил этот вот эту железячку хотел задеть ладно не буду задевать посмотрю до скольки упадет то сколько ждать до 0 упадет нет интересно ну ладно друзья не буду вас томить в общем такой вариант просто антенна и земля возможно наш на наш организм как-то повлияет возможно вопрос еще как посмотрим если вдруг я завтра свалюсь и не встану или с утра просто не встану а блин надо же будет как-то видео записать придется как-то все равно встать но если я с трудом встану и смогу записать тогда расскажу что произошло а если я подпрыгну как молодой то тоже расскажу я сейчас по заряжаюсь по заряжаюсь вот таким образом это я делаю первый раз никогда такого не делал я игрался с этим но мысли таких у меня не было тогда пока я не поигрался там с проверками мультиметром вот это сбор энергии там кстати информация тоже разная вот тех товарищей кто заинтересовался тех друзей я так бы сказал евгений еще 2 забыл 3 написал там кто-то вообще состоянии был стрелкой в общем разная появилась мнение немного но тут опять же как нас и наши мысли работают евгений по моему считает что если много показать мультиметр мы как бы излучаем ну либо позитив либо негатив да ну могу сказать свое наблюдение что к я уже рассказывал когда я психанула на своего семка немножко разозлил он меня то у меня было резкое повышение вот этих милливольт я как раз после этого пошел сюда в подвал и померил возможно это тоже есть такое наблюдение так другой вот я забыл название канала к сожалению на радиотехник живет я так понял в украине так а что же он мне написал я забыл уже честное слово надо почитать по моему написал что когда много показывает это мы получается как отдаем но в принципе вот излучаем отдаем да наверное что-то в этом все есть потом но опять же если я был в тали на горе и видел что заряжаюсь как батарейка да но это понятно что меня идет энергия но не значит что я буду потом как батарейка такие же показатели показывают я же не батарейка но как бы мне понятно было что скорее всего там вот это место силы которая еще не сломали такое наблюдение да тут изменения тоже как бы были сейчас пока нету сейчас все законсервировали возле собора поэтому ну может быть еще надо походить по написать шунгитика и так далее так далее может быть все изменится даже с этим ограждением надо в общем пробовать но в общем падение идет идет и сколько она до 0 уйдет не до 0 может быть вот до 0 надо удержаться и и потом я раз на лет так 20 помолодел представляете завтра стою блин а мне 35 обалдеть вот это самый шикарный возраст по на не отказался бы я туда вернуться смысле в тот возраст да и в то время честно говоря правда тогда уже евро были уже ввели до евро было хорошо пришли евро пришла меркельша и начали германию бомбить вот с ними так она пошла вниз вниз а пришел вот этот шульц и вообще караул как это все ускорилось ладно друзья в общем пробуйте сами чего я устал уже на хватит наверно надо мне потом это домой сделать и дома вот просто сесть как бы поудобнее вот прям у компьютера сел к себе компьютеру протянул сел и смотришь и проверяешь такими таким простым путем на этом пожалуй все пробуйте такие вот результаты на сегодняшний день всем удачи и счастья здоровья пока а 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 Субтитры создавал DimaTorzok